Вот три главных правила, которые вы должны помнить, чтобы выбраться с низкого ранга. Первый. Стрейф и позиционирование важнее Аима. Когда два героя атакуют друг друга, они начинают разменяться своим КП. Победит тот, у кого соотношение полученного и нанесенного урона лучше. На низких рангах у людей сильно хромает Аим, и 50-60-70% урона уходит в молоко. В то же время в игре есть герои, почти не требующие Аима. Если вы возьмёте такого героя, то избавитесь от потеря урона из-за плохой точности. Но у вас останется возможность стрейфить и снижать получаемый урон. А научиться хорошо стрейфить гораздо проще, чем научиться хорошо стрелять. Учиться правильно позиционке сравнительно долго и сложно, но вы сможете освоить этот навык. А вот способность наладить крестик на врага в большей степени дезриминирована вашей биологией. Вы никогда не станете хорошей жертвовой, если проиграли в генетическом дверее. Смиритесь. Но шанс стать хорошим Рейхардом у вас всегда есть. Второе правило. Нужно мейт героев, способных внести максимальный импакт. Разделим всех героев в Overwatch на несколько категорий. Первое. Тащеры по природе. Второе. Тащеры по ситуации и подсосы. Зачастую тащеры по природе требуют аим. Исключаем таковых и получаем следующий пул. Выберите одного, двух, трёх понравивших героев из пулла и начните играть только ими. В аркадах, квиках и рейтинге. Да, не бойтесь играть в рейтинг и проигрывать. К этому мы ещё вернёмся. Вы должны учитывать, что в рейтинге люди чаще берут мейнтанков, чем в квиках. И потому в квиках вы не сможете адекватно учиться играть на героях, требующих мейнтанков. Например, таких как Бастион или Симметра. Освоив хотя бы одного героя-тащера, вы с лёгкостью подниметесь в рейтинге. Тащеры по ситуации. Эти герои почти не требуют аим. И даже не требуют умения играть на них. Они требуют исполнения одного шаблона. Взять одного из героев, пират Шипа, репортироваться на точку на Симметре, разделять атакующих врагов стенки на мей. Это чиз, крайне действенные стратегии. Просто забусти их. Но не думайте, что вы сможете легко побеждать на Симметре или Бастионне в других ситуациях. Хоть это и не ситуативные герои, их можно успешно использовать всегда и везде. Просто без опыта вы не сможете это сделать. Отсосы. Импакт этих героев низок, и обычно их не следует брать, если вы хотите апнуться со дна. Но иногда вам стоит побыть на пососе. Например, если в вашей команде есть значительно более скиловый ДТ, чем вы. Или может случиться так, что в вашей команде есть пистилон, но нет щита. Если щит не возьмете вы, то ваш шанс проиграть увеличится примерно на 90%. Так что стоит побыть на пососе. И третье правило. Вы не должны бояться проигрывать. Возможно, вам понадобится много проигрывать, чтобы понять все плюсы и минусы вашего героя. Но когда вы все-таки научитесь играть, и пойдете возвращать в потерянный рейтинг, вас будут называть смушку, а вы будете злорадно хихикать, зажимая противников на респе. Но пока этот счастливый момент еще не настал, и идите специально с этой парой хаток, просто чтобы снять психологический барьер. И это все. Теперь вы будущий сморф, гордитесь этим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok